Это тренажер, который здесь разработан для обучения космонавта использовать устройство спасения космонавта при потере контакта с МКС во время выхода в открытый космос. Космонавт должен быть подготовлен для того, чтобы возвращаться на МКС в такой вот внештатной ситуации. В тренажере используется реальная физическая модель и, соответственно, двигается космонавт таким же образом, как он бы двигался в реальных условиях микрогравитации. У нас на панорамной системе виртуальной реальности постоянно какие-то тренажеры разрабатываются, дорабатываются, улучшаются. Основные, конечно, это симулятор сближения космонавта с МКС, это симулятор поездки на луноходе, симулятор прогулки по Марсу. Ну, собственно, это как раз то, для чего и создан был костюм в первую очередь. И также планируется уже разработка симулятора как раз вне корабельной деятельности тоже с помощью этого самого костюма. Тема исследования стипендиата – алгоритмы гибридного трекинга. Когда инерциальные данные, то есть движения человека, совмещаются с оптической информацией, такой тренажер будет имитировать работу на поверхности Марса. В том числе этот костюм может использоваться прямо на МКС, то есть непосредственно для подготовки космонавта перед выходом в открытый космос. То есть он может потренироваться перед выходом, выполнять ту миссию, выполнять то задание, которое перед ним поставлено. И уже после тренировки выйти и успешно выполнить его. В Московском университете над разработкой технологий виртуальной реальности трудятся с 1991 года. Именно тогда по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничева на механико-математическом факультете основали лабораторию математического обеспечения имитационных динамических систем. Сегодня Мехмат сотрудничает с ведущими космическими центрами. Совместно со специалистами Института медико-биологических проблем в МГУ создали системы для изучения возможностей человека в экстремальных ситуациях. Технологии, в том числе виртуальной реальности, визуализации, отслеживания движений возможно применять как для подготовки космонавтов, так и для изучения поведения космонавтов в условиях рассогласования между вестибулярным входом и визуальным входом. Это так называемый вестибуло-сенсорный конфликт, когда у нас с одной стороны визуализация, показывающая, где мы находимся, с другой стороны то, что приходит на вестибулярный аппарат, не согласуется с нашей визуализацией. Такое действительно происходит на орбите, потому что на орбите нет постоянно действующей гравитации, это условия микрогравитации, и из-за этого вестибулярный вход оказывается нарушен. Из-за этого происходят различные, скажем так, нештатные ситуации, из-за того, что есть, например, замедление в установке взора, то есть человек переводит взор с одной точки на другую и делает это в два с половиной раза медленнее, чем в земных условиях. Системы виртуальной реальности уже опробованы в экспериментах по длительной изоляции. Во время проектов «Луна-2015» и «Марс-500». В нашем эксперименте в Арсианском было реализовано несколько систем виртуальной реальности, которые имитировали и схему полета, чтобы человек действительно ощущал, что он находится не на Земле, а участвует в космическом полете. Была реализована система виртуальной реальности для моделирования участка поверхности Марса, на которой были развернуты несколько построек и транспортных средств, и участники эксперимента могли перемещаться в этом виртуальном пространстве с помощью специальных средств, шлемов виртуальной реальности и джойстиков. Эта система виртуальной реальности позволяла моделировать те ситуации, которые нельзя смоделировать с помощью физических каких-то моделей, например, метеоритный дождь, пылевые бури, получение травмы космонавтам. Вскоре эксперимент с использованием технологии виртуальной реальности появится и на МКС. Сейчас в рамках космического эксперимента «Пилот» мы через год-два планируем на борт поставить тренажер, когда человек с окололунной орбиты управляет ровером на поверхности Луны. Это так называемое направление бортовых тренажеров с помощью виртуальной реальности. И мы считаем его очень перспективным, потому что в межпланетных полетах тренировка сложных операций на борту — это просто веление времени. Мы достаточно реалистично смоделировали кратеры в районе горы Малоперт на основании данных со спускаемых аппаратов автоматических станций, на основании карты высот. Далее у нас достаточно правдоподобная модель лунного ровера, учитывающая его динамику, работу подвески, сцепление колесных пар с поверхностью Луны. Визуальная имитация может быть востребована везде, где человека необходимо готовить к какому-либо заданию. В будущем подобные технологии наверняка найдут применение у пожарных и спасателей. Системы дополненной реальности пригодятся и в долгих полетах, вдали от привычных земных условий для психологической поддержки космонавтов. Мы выяснили, что чем дольше длится полет, тем больше феномен отрыва, то есть депривация конкретно привычных картин Земли. Но вот это, мне приснился шум дождя, он реально существует, и существует он особенно остро для тех, кто летает долго. Например, Михаил Борисович Корниенко, он, летая недавно, вспоминал, как ему хочется ощутить воду и вообще движение плавания. Это при том, что он плавает в невесомости. Значит, все это позволяет делать виртуальную реальность. Если мы сочетаем виртуальные очки со специальным костюмом, с датчиками, то мы можем воспроизвести не только зрительный ряд, но и ощущения. Теперь будет возможно и такое. В ближайшем будущем с помощью технологий виртуальной реальности космонавт на орбите сможет не только управлять луноходом, но и почувствовать себя грибником или рыболовом. Субтитры создавал DimaTorzok